В студии Елизавета Верещагина. Здравствуйте, это программа «Такой день». Для вас, как всегда, мы собрали самые важные и интересные новости региона. Сегодня в выпуске. В большинстве случаев наши выступления посвящены моему отцу. И всем военнослужащим. Как по-новому в наше время звучат слова о мужестве, долге и чести. История о нашем земляке, участнике специальной военной операции, который ушел добровольцем и уже почти год находится на передовой. Российская Федерация полностью обеспечена сахаром. И сахар, производимый вами, сейчас есть на полках каждого магазина. Крупнейший агрохолдинг страны подвел итоги года. Как предприятие отвечает новым вызовам? У нас было 24 квадрата всего в жилой площади. А теперь почти 100. Профильная госпрограмма в действии. Познакомимся с многодетной семьей новоселов из Борисовского района. Об этом и не только далее. А начнем со здравоохранения. К апрелю 2024 в областной столице возведут новое здание 3-й детской поликлиники. Предполагаемое место строительства в рамках рабочей поездки по городу посетил губернатор. Медицинское учреждение предложили разместить на улице Промышленной. Но во время недавней прямой линии главы региона в социальных сетях поступило обращение с просьбой пересмотреть выбор площадки. Посетив участок, Вячеслав Гладков подытожил. Для строительства социально значимого объекта место не подходит. Руководитель области поручил найти другой вариант. Здесь нет людей. Здесь нет жилья. И здесь какая-то катастрофа. Промзона. Какие здесь дети? Здесь не подойти ни дороги, ни тротуаров, ни остановок. Вообще ничего. То есть даже рассматривать не буду. Время просто время. Просто категорически нет. Отметим, что новую площадку должны предложить уже на этой неделе. Продолжаем. В выпусках такого дня мы не раз рассказывали о наших земляках, которые стали добровольцами и отправились в зону специальной военной операции. У каждого из них свои мотивы и цели. Но едины многие в одном. Защитить свою страну. А потому и, получив ранение, возвращаются обратно. Наша коллега Анна Свидовская познакомилась с семьей белгородца, который уже много месяцев находится на передовой. Как его поддерживает сын? Кто ждет главу семьи дома? И какие в наше время новые смыслы обрели слова о мужестве, долге и чести? В следующем сюжете. Музыкой Влад занимается с шести лет. Сначала в школе искусства осваивал фортепиано. После купил гитару. Сейчас парню 17. Решил попробовать себя в роли солиста. В октябре прошлого года собрал единомышленников и создал собственную группу с емким названием «Все свои». Пусть играют пока на любительском уровне, репертуар вполне серьезный. В основном патриотические композиции. Таким образом парень хочет не только развивать свои навыки, но и поддержать отца, который ушел на СВО добровольцем. В большинстве случаев наши выступления посвящены моему отцу, который сейчас защищает родину. И всем военнослужащим, которые доблестно сражаются за мирное небо над головой. Когда был в отпуске, на концерт удалось ему прийти. Мы отыграли, он сказал, молодцы, так держать. Тогда же с отцом успели и в кино, и в боулинг сходить, и поговорить. Казалось, обо всем на свете. Время, проведенное вместе, стало самым ценным, а сейчас еще и редким удовольствием. В отпуск глава семьи Вячеслав приезжал в январе. Тогда судьба преподнесла семье не самый лучший новогодний подарок. Это был вечер, я ехала с работы, зашла в магазин, поступил звонок очень быстро. Я поняла, что значит что-то случилось, раз он звонит. И он позвонил и сказал, Марин, я ранен. Я спросила, что случилось. Он говорит, пуля. Я как с пустой корзинкой зашла, так и вышла. Просто я потом уже поняла, когда села в машину, что я ничего не купила. Для Вячеслава это было уже второе ранение на передовой. Первый раз в августе. Осколками от разорвавшейся мины посекло ноги. Раны зажили быстро. Мужчина закален в боях. За спиной срочка в десантуре и два контракта в чеченской компании. За успешно выполненные задания уже во время спецоперации получил звание младшего лейтенанта. Лично хочу сказать благодарности данному лейтенанту. Воюет главное. Воюет со мной давно. В глаза говорю всем. Честь имею. Служу с ним. Спасибо тебе за службу. Благодарю тебе. Стать строй. В ноябре прошлого года стал командиром воздушно-десантного взвода. Награжден орденом мужества. Медалями за отвагу и за вклад в укрепление обороны Российской Федерации. Марина с детьми хоть и переживают, но гордятся любимым папой и мужем. Уважают его выбор. Он приехал с работы как-то и сказал, что вот Марин, я решил пойти. Поддержишь? Конечно, поддержу. Вот с ним пообщавшись, можно понять, что это тот человек, который никогда не останется в стороне чужих проблем. Сейчас с Вячеславом созваниваются несколько раз в месяц. Супруга говорит, хочется поделиться частичкой домашнего тепла и уюта. Пусть даже через смс-ки. Младшая дочь Вика рисует для папы картины. Пишет, как сильно любит и скучает. А с недавних пор видео-привет и передает и новый питомец. Адель в доме появилась недавно. Он очень хотел такую тигристую кошечку. В один из звонков мы как-то с ним разговаривали. И он спрашивал, говорит, ну что там, не выбрали кошечку? Я говорю, ну выбрали. Отправила фотографию. Понравилось, сказал, да. Берем. Несмотря на то, что семью разделяют сотни километров, родственная связь становится только крепче. Вячеслав знает, дома его очень ждут. Пожалуй, в этом и кроется самая сильная мотивация. Возвращаться с каждого задания целым и невредимым. Анна Свидовская, Виталий Петренко. Такой день на мире Белогорье. К другим темам. Стать лучше самого себя вчерашнего и научить этому других. Особенно, если ты педагог, руководитель или даже пока еще студент. Пройти путь отличного успеха к развитию государственной системы образования дает президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке правительства и Минпросвещения страны. Бросить себе вызов можно, став участником профессионального конкурса «Флагманы образования», который позволит войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации. Если вы в теме, то самое время регистрироваться. Подробности далее. Стартовала заявочная кампания на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его проводят в рамках года педагога и наставника при поддержке Минпросвещения. Здорово, что сегодня это уже совместный проект РСВ, Министерство просвещения, Министерство образования. Активно подключились коллеги из Министерства культуры и Министерства спорта. Мы этот конкурс делаем как кадровый резерв для системы образования. Договорились с Алексеем Геннадьевичем Комиссаровым, что помимо участия в конкурсе будет возможность программы повышения квалификации и переподготовки управляться. Большое количество участников стали частью экосистемы платформы «Россия – страна возможностей». Объединились сплоченные сообщества единомышленников. Флагманы образования – это ресурс для профессионального развития и карьерного роста управленцев, талантливых педагогов и перспективных студентов не младше 18 лет. Участие индивидуальное. Конкурсанты пройдут обучающие семинары и тренинги. Для меня конкурс «Флагманы образования» – это шанс попробовать себя в разных ролях. В качестве участника, в качестве эксперта, в качестве слушателя классных и полезных мастер-классов. Финалисты и победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации. Регистрируйтесь на сайте проекта «Флагманы образования». Об экономике. В регионе продолжается реализация национального проекта «Производительность труда». В нашей области его участниками стали уже более ста предприятий базовых несырьевых отраслей. Увеличить эффективность производства бизнесу помогают эксперты регионального центра компетенций. Недавно к нацпроекту присоединилась еще одна белгородская компания – «Сокол АТС». Кирилл Мусаев продолжит. «Сокол» – завод с более чем полувековой историей. В советские годы здесь изготавливали автоматические телефонные станции разных классов и типов. Даже в непростые 90-е при обилии импортных аналогов компания продолжила работу. Сегодня это современное предприятие, специализирующееся на выпуске комплектующих для авиа- и судостроения, телекоммуникации, высокоточных электронных систем управления и компонентов к ним, оснастке, а также производстве радиоэлектронной аппаратуры. И несмотря на богатый опыт, руководство готово к изменениям. Ведь всегда есть куда расти. Участие в этой программе позволит нам с вами сконцентрироваться на проблемах, которые есть у нас на производстве. Завод «Сокол» присоединился к национальному проекту «Производительность труда». Под руководством экспертов регионального центра компетенций, рабочая группа проекта из сотрудников предприятия в следующие два месяца будет проводить диагностику производственного процесса. В рамках диагностики на предприятии предстоит внедрение инструментов, таких как производственный анализ, который позволит непосредственно получить с рабочих мест информацию о ходе реализации сменного задания, которое в дальнейшем влияет в целом на выпуск продукции на всем предприятии. Нами будет построена карта потока создания ценностей, которая позволит выявить все потери, которые есть в цикле производства. На заводе планируют сократить незавершённое производство, повысить выработку, ускорить рабочий процесс. Это в том числе станет возможным благодаря обучению сотрудников инструментом бережливого производства. Общая продолжительность программы на предприятии составит не менее трёх лет. Первейшая задача перед нашими сотрудниками, от руководителей, которые обучаются, до рабочих мест, которые есть, это сотрудничество, открытость во всех направлениях, открытость в работе для того, чтобы получить объективные результаты. Вхождение в этот национальный проект я и рассматриваю на сегодняшний день как этап нового развития предприятия. Желающие принять участие в национальном проекте «Производительность труда» могут подать заявку на его официальном сайте и пройти отбор. Кирилл Мусаев, Валерий Варьков. Такой день на Мире Белогория. И в продолжение темы. Один из лидеров сахарной промышленности, группа компании «РусАгро», подвела итоги финансового года. Сахарный бизнес-холдинга – это 9 современных заводов, 3 из которых находятся в Белгородской области. Лучшим работникам вручили награды за профессиональное мастерство, эффективность и многолетнюю преданность делу. Как предприятия отвечают новым вызовам и благодаря чему сохраняют ведущие позиции в своей отрасли, знает Влад Калинин. Среди награжденных – Руслан Коваль. Руководителя участка технической поддержки наградили почетной грамотой за верность делу. Он отвечает за ремонт оборудования и его надежность в сезон переработки. Говорит, комфортно работать в компании, руководство которой не только расширяет производство, но и создает комфортные условия для своих сотрудников. На предприятии я работаю уже более пяти лет, но в данной должности почти два года. Компания динамично развивающаяся, постоянно внедряет новое оборудование, новые производственные линии, производит новые продукты, внедряет новые системы переработки, новые сахарные линии. Сейчас команда Валуйского сахарного завода насчитывает 260 сотрудников. Сезон их число вырастает почти до 350, а его история началась 50 лет назад. Тогда перерабатывали чуть более 1700 тонн свеклы в сутки. В канун нового века предприятие вошло в группу компании «Русагра». Благодаря инвестициям корпуса оснастили современным оборудованием, что позволило существенно нарастить производственную мощность. Сегодня Валуйкий сахар способен обработать почти 5,5 тонн сырья в сутки. Несмотря на неблагоприятные условия, в минувшем сезоне удалось добиться высоких результатов. Получено 75 тысяч тонн сахара песка и свыше 25 тысяч тонн гранулированного жома. Огромное спасибо коллективу за выдержку, за настойчивость, за трудолюбие, потому что год был сложный. И погодные условия, и условия, связанные с проведением специальной военной операции, они каким-то образом мешали переработке сахарной свеклы. Вообще планы амбициозные, посевные площади сахарной свеклы должны быть увеличены, но все будет зависеть от погодных условий. Отсюда будет формироваться наша производственная программа. На предприятиях холдинга не только охотно предлагают работу молодым выпускникам вузов и СУЗов, но и создают условия для карьерного роста. Квалифицированный персонал, внедрение инновационных технологий и автоматизация производства – ключевые элементы стратегии устойчивого роста сахарного бизнеса «Русагра». Компания успешно отвечает новым вызовам. Благодаря грамотному руководству, агрохолдингу, одному из ключевых в своей отрасли, удалось адаптироваться к конъюнктуре внутреннего и внешнего рынков, продемонстрировав устойчивость и рост. Отмечая успехи группы компании «Русагра», хотелось бы отметить, что она остается несменным лидером свеклосахарной подотрасли, производя более 700 тысяч тонн свекловичного сахара, из которых треть производится в Белгородской области. Сегодня можно гордо говорить о том, что Российская Федерация полностью обеспечена сахаром. И сахар, производимый вами, сейчас есть на полках каждого магазина, начиная от Калининграда и заканчивая Педропавловсом в Камчатске. «Русагра» активно экспериментирует, развивая новые торговые марки сахара. Основная цель – не только удерживать лидирующие позиции на рынке России и ближнего зарубежья, но и предоставлять потребителю наиболее качественный и чистый сладкий продукт. Влад Калинин, Павел Емелин. Программа «Такой день» на Мире Белогория. Более 80 студентов СУЗов стали победителями регионального отборочного тура Всероссийского движения по профмастерству. Итоги подвели в Губкине. Спортивный комплекс «Горняк» собрал и участников конкурса, и будущих работодателей. По каким компетенциям соревновались ребята и какие проекты представили, чтобы попасть в финал крупных отечественных состязаний, расскажет Елена Чурилова. Однокурсницы Лилия и Валентина придумали аналог известного всем голосового помощника. Робот студенток – гид по туристическим маршрутам. К региону не привязан. Белгородская Алиса – одна на двоих. И первое место в конкурсе у девушек тоже общее. Когда вы будете заселяться в отель, вам будут выдавать таких маленьких роботов. Вы подключаете их к телефону, задаете вопрос роботу, и он вам начисляет всю информацию в телефон. И все, там карты маршрутов, они работают как гиды. Вы можете подойти к месту и спросить, что это такое, и все, и робот вам будет рассказывать. Работы участников Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству оценивало 700 экспертов. Треть из них – представители реального сектора экономики. Многие ребята в процессе защиты проектов получили предложение о сотрудничестве. Давались исходные файлы, был логотип, был уже текст. И нужно было придумать в основном дизайн и саму развертку упаковки. Указать все линии правильно, в общем, сделать техническую часть правильно. И дизайн хороший. Профессии и ниши самые разные – от дизайнеров до инженеров. Ключевая задача этого чемпионата – это демонстрация навыков профессиональной подготовки студентов, которые должны соответствовать требованиям работодателя, соответствовать требованиям индустриальных партнеров, соответствовать требованиям современной квалификации будущих специалистов. На финише ребята должны были предложить готовый продукт, который после небольшой шлифовки можно использовать на производстве. Задания достаточно высокого уровня были для студентов подготовлены, поскольку их разрабатывали как главные эксперты, так и работодатели. Поэтому пришлось в течение пяти дней над ними потрудиться. Чемпионат длился почти три недели. Лучших определили по 69 компетенциям. Участвовало почти полсотни конкурсантов, большинство – студенты СУЗов региона. Несколько номинаций предусмотрели для школьников. Уровень наших участников традиционно очень высокий. Это связано в первую очередь с тем, что у нас очень высокий процент дуальности обучения. То есть практически 100% наших студентов, профессиональных и образовательных организаций, в обязательном порядке проходят практику на предприятиях. Победители и призеры региональных состязаний смогут пройти стажировку или даже получить работу на предприятиях-партнерах конкурса. А финал всероссийского турнира по профмастерству пройдет осенью в Санкт-Петербурге. Елена Чурилова, Сергей Олег Вер. Такой день на Мире Белогорье. Далее о происшествиях. Резонансное дело в Прохоровском районе близится к логической точке. Появились новые подробности. Напомним, в начале месяца в муниципалитете без вести пропал местный житель. С заявлением в правоохранительные органы обратилась его знакомая. Последний раз мужчину видели в хуторе пригорке, где он в компании распивал спиртные напитки. Следствием установлено, что между приятелями произошел конфликт на бытовой почве. Результатом которого стала драка с летальным исходом. Сотрудники следственного комитета и полиции обнаружили тело, спрятанное злоумышленником на территории заброшенного домовладения. Подозреваемый задержан. В ходе предварительного расследования проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрано меру пресечения в виде заключения под стражу. В завершение история из Борисовского района. Там ключи от нового жилья получили сразу несколько многодетных семей. С одной из них познакомилась наш корреспондент Светлана Гмыря. Прямо сейчас она расскажет историю счастливых родителей, чья мечта стала реальностью благодаря госпрограмме. Помощницы есть, они уже помогают готовить, поэтому поместимся все. К концу мая семья Бакулиных планирует окончательно переехать в новый дом. На просторной кухне в 18 квадратов будут встречать гостей. На желание есть заехать, потому что очень удобно. Работа, садик, все рядышком. Пара вместе уже 9 лет. У Владимира и Любови три дочери. Маша, Есения и старшая Валентина, которая сейчас учится в Белгороде. Для большой семьи просторный и светлый собственный уголок – советное желание. Мы жили в маленьком доме. Созащитая, говорит, вы где живете? Я начал объяснять. У нас было 24 квадрата всего в жилой площади. Они говорят, а как вот так? И они говорят, есть же проект губернатора. Теперь же почти 100. Семья получила дом по профильной госпрограмме. Бакулины признаются, до последнего не верили, что их мечта станет реальностью. Сначала этому не веришь. Даже когда дали. Мы сначала не поверили. Мы смотрели изначально, еще с основания. Когда мы по объездной ездили. Даже фотографии есть у меня, когда только начиналось строительство этих домов. То есть еще не было стен, только все начиналось. И мы каждый день крышу покрыли. Вот эту большую комнату решили отдать девочкам. Отличная поместится. Две кровати, шкаф. Для них парта. У нас школьница, первый класс. Это садик ходит. У меня тут кровать. А у вас будет двухэтажная кровать или у каждой? По отдельности. По отдельности. На участке перед домом планируют разбить маленький сад. В основном на елке ту и розы. Смотрим. Мама тюльпан. Тюльпан ребенок хочет. Дадим и ей несколько метров земли. Пусть садит. Успели познакомиться и с соседями. Совсем недавно в Борисовском районе ключи от нового жилья получили еще три многодетных семьи. Светлана Гмыря, Павел Емелин. Такой день на Амире Белогорье. К этому часу это вся информация. В студии работала Елизавета Верещагина. Узнавайте о самом важном в регионе вместе с Первым областным. А еще больше новостей в телеграм-канале Мира Белогорье. Переходите по QR-коду, подписывайтесь и будьте всегда в курсе происходящего. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова